Всем привет! Меня зовут Оля и я рада видеть вас на своем канале вместе со здоровенным адвент календарем от Rittles. И когда я говорю здоровенный, это значит, что он капец какой здоровенный и полностью практически в кадр. Ну так, минимально, но влазит. Но тогда я не влазу и я должна буду с вами говорить вот как-то вот так. Вообще этот адвент календарь где-то занимает половину моего стола, даже на самом деле больше. И вот это прям оказалась проблемка-проблемка. Я не ожидала, что он будет, если сейчас не таким большим. И по весу я бы сказала, что здесь килограмма, наверное, 4, если даже не 5. Мы сегодня с вами, как вы понимаете, вскрываем этот чудесный адвент календарь и смотрим, что же у нас там внутри. Мы уже с вами как-то обсуждали, что у Rittles в этом году вышла, выходит, вышла, на самом деле уже достаточно давно в продаже, 3 адвент календаря. Первая версия называется 2D-версия и она стоит 69 евро. И стоимость наполнения в районе 130. Вторая версия уже чуть-чуточку поинтереснее и это 3D-версия, которая стоит уже 99 евро. Наполнение, понятное дело, еще чуточку побольше. На 30-ку 160. И последняя, самая интересная версия, это премиум-версия, которая стоит 140 евро с копейками, 149, если я не ошибаюсь. И обещанное наполнение у нас с вами 250 евро. Но мы, конечно же, про это узнаем, что, как, зачем и почему. Если честно, пока я не в курсе, как мы с вами будем это счастье вскрывать. По итогу у нас сегодня с вами должна получиться елочка. Возможно, у нас здесь с вами, в принципе, разложены элементы этой елочки. И я в бэкграунде как-нибудь тут посижу, пособираю елочку. И мы с вами потом будем смотреть, что же у нас внутри. Как обычно, в конце мы все посчитаем. Ой, и проверим, что же у нас тут и как. Ну что, давайте потихонечку вскрывать эту красоту. Я, если честно, вообще не ожидала, что адвент-календарь будет настолько здоровенным. Вот прям настолько здоровенным. Правда. Но, с другой стороны, это, конечно, прикольно и интересно. Так, смотрим. Так как наш с вами синтучок и наполнение оказалось, в принципе, достаточно огромным, скорее всего, я сейчас все это отсюда достану, и мы начнем с вами пошагово собирать елочку. Здесь вот у нас с вами есть инструкция, как, что, зачем, почему собирать. Здесь у нас с вами, конечно же, есть елочка. Вы уже ее чуть подробнее видели. И здесь огромнейшее количество различных подарочков. В принципе, вы их тоже видели уже чуточку поближе. Сейчас я быстренько пони, скорее всего, соберу эту елочку, и потом мы будем с вами распаковывать, потому что так дело не пойдет. Слишком большая коробка, если честно. В течение с момента редактирования, к большему сожалению, кусочек видео именно не записался. И вся распаковка все записалась, все окей, все четенько, относительно четенько, но опять была проблема с камерой. Поэтому я расскажу вот некоторые моменты, некоторые нюансы, на которые следует вам обратить внимание. Во-первых, елочка сама очень-очень большая. Она где-то в высоту более 50 сантиметров. Я еще дополнительно сделала фото и видео, и я его чуть подальше вставлю, и вы его увидите. То есть вы увидите маленькие такие дополнения. Во время сборки были некоторые нюансы. Во-первых, некоторые коробочки не селька порваны были. И это немножко напрягает, учитывая то, что если вы будете покупать этот адвент как подарок, вы подарите подарок, а там могут быть вот такие вот порванные коробочки. Еще один маленький момент. Елочная игрушка, так, машинка едет, давайте, просто проедет. Еще один момент. Касаемо вот этих вот креплений для елочных игрушек, там тоже не все так гладко, и они иногда могут просто падать. То есть можно просто рукоять и случайно соседнюю игрушку, и эта игрушка ухудет. То есть крепление очень странное. И также вот само крепление внутрь игрушки, оно не везде идеальное, скажем так. То есть иногда оно как будто сложенное, и это крепление просто достается из игрушки, и получается какая-то герландистика. Ну что, давайте теперь с вами посмотрим, как уже выглядит это счастье в полный рост. И давайте распаковываться. Есть ощущение, что эти красотки у нас с вами одноразовые, потому что их, во-первых, не очень просто вскрыть. Я, конечно, надеюсь, что по итогу я их закрою обратно, и эта красота у меня еще постоит и порадует меня. Итак, первый продукт, который мы с вами находим, это маленькая малышка-свечка с ванилью. Это лимит, по-моему, какая-то из лимитированных коллекций. Я такой... О, боже, как она вкусно пахнет. Я такой свечки еще не пробовала, и именно этого аромата не видела. Хочу отметить, что здесь очень мало продукта, и это стоит учитывать. Поэтому приблизительно даже стоимость будет очень сложно посчитать. Пахнет свечка просто бомбически. Скрываем коробочку номер два. Она вот здесь у нас с вами внизу, и это что-то достаточно крупное. И давайте смотреть, что же она здесь с вами ожидает. Конечно, спряталась за елкой, но что поделать? Что поделать, как говорится? Ну вот, опять, походу, немножечко... Вау! А вот это неожиданно. Это полноразмер их боди-миста. Вернее, это мист для волос и тела. Rittles of Mer. Очень прикольный запах. Он мне очень сильно нравится. Но что меня больше всего удивляет, так это то, что вообще-то это полноразмер. Это очень круто! Супер! У нас есть с вами первый полноразмерный продукт. Номер три спрятался от меня в противоположной стороне. Поэтому я его аккуратненько достаю. И проверяем. Скорее всего, здесь тоже у нас с вами будет полноразмер, судя по весу нашей с вами красоты. И судя по всему, я права! Судя по всему, у нас судя по всему, извините, немножечко за тавтологию. Итак, мы с вами находим Rittles of Sakura. И это полноразмер. Это восстанавливающий бальзам для рук. И крем для рук, и тире бальзам. Значит, у нас с вами будет очень и очень жирненький продукт. Я надеюсь. Здесь у нас с вами 70 миллилитров продукта. Давайте сразу же попробуем, что ли, почему бы и нет. Пахнет, конечно, очень вкусно. Если вы пробовали эту линейку, она достаточно сладенькая. Если вы любите сладенькую, то это сюда. О, очень вкусно пахнет. И, кстати, неплохо впитывается. При этом не сильно жирненько. Номер четыре у нас тут тоже висит с противоположной стороны, на которой не достать. Я хочу еще отметить, что номер три это была та самая порванная упаковка. Мало того, что она еще в форму, так она еще была немножечко помятая. Вот это немножечко, знаете ли, обидно. Не хотелось бы такого. Так, будем пробовать опять скрывать нашу с вами красоту. Как-то вот эти вот звездочки, как вас еще назвать, звездочки, будут звездочки, очень и очень не хотят скрываться. Здесь у нас с вами опять стыльчика, насколько я вижу. В этот раз, что за аромат? Скорее всего, что-то лимонька. Нет, это просто... А, пардон, это свит-жасмин. Классный тоже запах. И я хочу отметить, что у них есть разная коллекция. У них есть коллекция с запахами, с ароматами подороже и подешевле. И судя по всему, у нас здесь с вами свечки из чуть более дорогой коллекции. Она называется Private Collection. И там чуть более сложные ароматы. Соответственно, так как они чуть более сложные, они стоят дороже. Это опять малышка-свечка, как вы понимаете. Но меня это тоже радует. Я обожаю свечки от Rizmos. Они действительно хорошо пахнут. И сравнивая их со свечками от Yves Rocher, которые мы выпускали в прошлом году, в лимитированной зимней коллекции, здесь аромат будет чуть более стойкий и чуть более явный. У Yves Rocher чуть более простенький аромат в плане наполнения комнаты, скажем так. Пятая коробочка. Поэтому у нас с вами конфетка. И судя по весу, и по размеру здесь у нас должен быть, как вы думаете, что, конечно же, полный размер. И так и есть. И насколько я знаю, я даже этот продукт пробовала не один раз. И именно этот аромат. Это G-Tools of Drink. И тут у нас с вами гель для душа. Полный размер. 400, нет, 200 мл продукта. Это тоже неплохой запах. Если вы никогда не пробовали гель для душа от Rittles, вот эти вот пенные, то будьте с ними аккуратны. Обязательно. Как только вы нажимаете, дайте окончательно выйти продукту. И только потом закрывайте крышечку. Иначе, если вы будете закрывать сразу же крышечку, продукт не до конца выйдет. И у вас просто забьется носик. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны и учитывайте это. Под номером 6 у нас опять с вами большая конфетка. И здесь у нас с вами, скорее всего, опять-таки полный размер. Нет, но что именно, сейчас узнаем. Так, конечно, это полный размер. Где-то 200-300 мл продукта. Ого! Это Refreshing Spray. И это Amsterdam Collection. Здесь... Какое здесь мл продукта? На вскидку... Не на вскидку, здесь 250 мл продукта. Пахнет тоже вкусненько. Интересненько. Круто. Мне определенно нравится этот календарь в этом году. Потому что в прошлом году я брала тоже расширенную версию календаря. И там в основном были версии какие-то. Там очень было мало полный размер. А тут мы уже с вами нашли как минимум 4 полный размера. Но свечки тоже можно считать полный размер. Наверное, в некотором смысле. Конфетка номер 7. И опять у нас скорее всего тут с вами полный размерчик. Ох, как приятно, конечно, получать. Такие подарки. Дарить самой себе и потом их получать. Так, давайте смотреть, что тут у нас с вами. Это Body Mousse to Oil. Очень интересная штука. И это опять Rittles of Mer. Такой же, какой мы с вами уже находили. В прошлом году у нас с вами была мини-версия этого продукта. Я ее израсходовала очень быстро. Потому что там было 30 мл продукта. Здесь у нас с вами, кстати, 150. И это прикольный продукт. Изначально, когда вы его выдавливаете, он действительно выдавливается муссом. Лучше всего его использовать после душа. Вот все масла для тела лучше всего используют после душа. Они так лучше впитываются. И когда вы начинаете наносить, он прям идеально впитывается в кожу. И запах остается очень и очень долго. Круто. Восьмая коробочка. И проверяем, что же у нас здесь с вами внутри. Полный размер. 100% полный размер. Исходя из того, что я вижу. Либо это travel форма. И тут у нас с вами Rituals of Karma. И это скраб пасты для тела. Тоже была в прошлом году. В маленькой версии календаря. И там была вот прям совсем малышка. Около 50 мл. Поэтому я склоняюсь, что это все-таки полный размер. Тоже неплохой продукт. Интересный запах. И касаемо скраба. Здесь очень мелкие скрабирующие частицы. И когда я говорю, очень мелкие. Они действительно прям супер мелкие. Прикольный тоже продукт. Мне пока все нравится. Отвратительно. Извиняюсь за маленький и не очень качественный кусок видео. К сожалению, мне камера опять выдала мне ошибку. И когда она выдает ошибку, она не снимает. Вернее, она не сохраняет кусок видео, который записывался в тот момент. К счастью, я записываю и на фотоаппарат, и все, и картинку. И дополнительно на компьютер. Но на компьютер почему-то хуже качество, когда происходит обмен. Кошмар. Я аж чуть не испугала, потому что иногда на компьютерах очень плохо записывать. И вообще видео как будто не идет, и какая-то застывшая картинка. Ну, слава богу, нас с вами пронесло. Двигаемся дальше. Переходим к девятому номеру, на котором, собственно говоря, мы с вами и остановились. И, возможно, здесь у нас, малышка, так и есть. Здесь у нас с вами маленький диффьюзер. Опять-таки, Rittles of Sakura. Очень вкусно пахнет. Но вот эти диффьюзеры у них, так, во-первых, где-то ты там должна включаться, насколько я помню. Так, в общем-то, и есть. Так, врубила. Они, к сожалению, очень быстро испаряются. То есть запах очень и очень быстро развеется. Лучше, когда у них, лучше, вернее, когда вы покупаете вот эти диффьюзеры большие с палочками. Вот там запах держится очень и очень хорошо. И никаких таких проблем нет. Ой, как сладко стало сразу же. Сладенькая вишня. Скрываем десятую конфетку и полный размер. Очевидно, невероятно, но здесь 100% у нас с вами полный размер. Так, смотрим, что же у нас тут внутри. Насколько я вижу, мужской, я делюсь лучше. Да. Это линейка OM. Ну, у них раньше была версия, вернее так, не так сказал. У них, в общем-то, была мятная такая вот версия для мужчин. Эва линейка. И в этом году, вернее, этим летом они ее как-то разбили. Они выделили линейку SPORT. И, по-моему, запах остался точно таким, как он был раньше. Просто они его переименовали. И также они выпустили дополнительную линейку для мужчин. Кстати, мне прям интересно, как продукт пахнет. Раститель нити. Вот так они делают час. Пахнет неплохо. И очень-очень даже неплохо. И, как вы понимаете, это опять гель-пена для душа. О, боже, очень вкусно пахнет. Пахнет чем-то лесным. И еще что-то. Очень часто делают такие мужские ароматы парфюмированные. Прикольно. Мне нравится. К сожалению, елочка у меня нынче немного пленая. Простите, извините. И как раз попала на 11-ую елочную игрушку. Вот это все счастье. В общем-то, с вашей стороны... Нет, с вашей стороны тоже есть пенка. Извините. Ну вот за это я не люблю вот эти их пенящиеся гельи. Потому что все кругом просто забито. Ну вот, посмотрите только, насколько хорошо этот продукт пенится. Так, ладно. Чипы. Надо приводить вначале все в порядок. Потом будем скрывать 11-ую игрушку. Как говорится, обвиненненько вышло. Но давайте двигаться дальше и вскрывать нашу 11-ую прелесть. Здесь у нас с вами опять стечка. Насколько я вижу, насколько я понимаю. Вопрос в том, что же это за аромат и что же за коллекция. И опять у нас с вами Private Collection. И здесь у нас Savage Garden. Интересно. Даже не могу понять, что... По-моему, здесь немножко есть бергамотом. Ммм, пахнет бомбически. Но как бы это странно ни было, мне пока что больше всего нравится ваниль. То есть это первая свечка, которую мы с вами находили. Я обычно вот именно сладкий приторный запах в ваниль. Ну, достаточно кровно к нему отношусь. Иногда просто это немножко бывает перебором. Здесь не чистая ваниль. Здесь есть какой-то еще дополнительный привкус и дополнительный аромат. И пахнет прям бомбочкой. Так, едем дальше. Ищем 12-ую игрушку. 12-ая красотка у нас с вами была с обратной стороны. И давайте смотреть, что же у нас здесь с вами есть в наличии. И, конечно же, что же у нас тут внутри. Ммм. Я такого продукта не пробовала. Во-первых, это сразу же говорю, что это линейка сакуры. И софтенер сайн бустер. Что это такое? Честно сказать, пахнет, как ополаскиватель для душа. Честно, ну, вообще, есть ощущение, что это умный есть. Он не для душа, а для белья. Интересно. Не знала, что у них такое есть. Здесь 75 миллилитров продукта. Окей. 13-ая коробочка. И что же у нас здесь с вами? Кстати, 13-ая коробочка тоже попоцанная немножко. И побитая жизнью. Ай-яй-яй, ритуалс. Ай-яй-яй. О! О! Да ладно, вы шутите. А, ладно. Это как она от Milk Bath. И что-то вроде пена для ванны. И здесь 100 грамм продукта. Не пробовала никогда такое у них. И это ритуалс. О, господи, как ты произносишься? Вопрос хороший. Айурведа, скорее всего, очень тоже вкусный и интересный аромат. Возможно, это полный размер. Или я так думаю. Во всяком случае. Во всяком случае, я так думаю, что вот такую одну штучку вполне себе можно купить. Время конфетки номер 14. Мне кажется, здесь уже что-то маленькое с вами ждет. Потому что вес не очень радует. Так и есть. Хотя, вообще-то, это не так уж и плохо. И здесь у нас с вами антиэйджин серум 10 мл. В прошлом году они ложили свои серумы. Или же крем, по-моему, они ложили антиэйджин. И там крема было 10 мл. Серума 10 мл уже поприятнее будет. Я не пробовала их уходовой линейки. В общем-то, можно будет как раз таки серумом вместе с кремом. И попробовать он у меня еще лежит. Интересно. Кстати, интересно, кстати. Это именно glow. Версия серума, скорее всего, с витамином С. Потому что обычно glow-версия это продукты с витамином С. Либо же они просто блестящие. Время пятнадцатой конфетки. И здесь мы с вами ожидаем полноразмер. Как мы, в принципе, уже поняли и раскусили их план. Так, что же у нас здесь с вами? Судя по всему, опять гель для душа. Насколько я вижу. Да, так и есть. Это Rituals of, слава тебе, господи, вернее, прости, господи, я надеюсь, я правильно произнесу. Rituals of Oth. Тоже был этот продукт. И мне кажется, хорошо синигель для душа был в прошлом году. Но была прям супер-мини версия 50 мл. Здесь у нас с вами опять полноразмер. Под шестнадцатым номером у нас с вами красивая, чудесная, замечательная коробочка. И мы ее аккуратненько с вами скрываем, чтобы понять, что же у нас здесь с вами внутри. И что тут у нас здесь? Car perfume. Только осталось купить машину. Действительно. Выглядит, правда, красиво и стильненько. Прям очень красиво и стильненько. Но да, осталось купить машину. Вернее, осталось пересдать на права, а потом уже можно покупать машину. И говоря про коллекцию, это Life is a Journey. Ну, будет интересно попробовать. Во всем случае, это что-то интересное. И я хочу отметить, что это также полноразмер. Конфетка номер 17. Как мы понимаем, здесь у нас также будет свечка. Вопрос, конечно, в аромате. Я, конечно, извиняюсь, что я вот прям под микрофоном вам скрываю. Ну, что поделать. Ёлка занимается слишком много места. Так. Что тут я не угадала. И здесь не свечка. Здесь совсем не свечка. Здесь мини-версия. Жаль. Так. Это у нас Nature Booster Skin Tone и Elasticity. Elasticity? Elasticity. Скорее всего так. Без понятия, что это за продукт. Здесь совсем-совсем мало. 4 миллилитра всего лишь. Скорее, что-то вроде серома, но прям малышка. Вот в этот момент мне стало немножко грустно. Хотя, с другой стороны, у нас тут с вами столько полноразмеров было. Ну, ладно. Простим. Простим. Подарочек номер 18. И здесь должна быть свечка. Во всяком случае, по весу должна быть свечка. Я надеюсь. Вообще, было заявлено, что у нас с вами 4 свечки. Поэтому давайте верить, что у нас здесь сегодня свечка. Ох, я сейчас чувствую покоться. О чем я говорила? Я говорила, что я чувствую, что я сейчас все это счастье покоться. Так. И тут у нас опять с вами Private Collection Precious Amber. Эмбер, вернее. Ох, красота. Очень вкусный аромат. Прям. Безумно прекрасно. Безумно вкусно. Класс. Класс. Я даже это комментировать не буду. Правда, очень классный аромат от свечки. Прям супер. У них есть в Private Collection также диффьюзеры с палочками. И эти диффьюзеры обычно, если это полный размер, они могут стоять 5-6 месяцев. В зависимости, конечно, от того, сколько вы палочек туда засунете. Я обычно ставлю где-то с 3-мя палочками. Этого более чем достаточно. Все положить не надо. Можно просто потом купить рефил, перезалить ваш любимый аромат. Кстати, рефилы есть не на все ароматы. И потом обновить эти палочки. И все. Девятнадцатая конфетка. Повно размер. Повно размер Little of Hamam. И это у нас с вами крем для тела. Прекрасный крем для тела. И Little of Hamam тоже достаточно интересный и необычный запах. Ох, как все хорошо идет. И мы сейчас перейдем с вами к 20-й коробочке. Она у нас здесь вот рядышком стоит. 20-й апреля. Достаточно увесистая. И там что-то болтается. Поэтому, возможно, у нас здесь с вами дефьюзер. Не умер. У нас здесь с вами пшикалка для дома. И это Rituals... Нет, это не Rituals. Называется Relax Parfum d'Interior. Это внутреннее помещение. Немножечко занимательного французского. И здесь у нас с вами лотос и жужубы. Без понятия, что это такое. Как вы понимаете, это действительно полный размер в этот раз. Конфетка 21. И здесь у нас тоже по весу, судя по всему, полный размер. Так и есть. У нас с вами блесточка, блесточка. Это масло, шиммерное масло от Rituals. Они очень часто вложат его в какие-то двинкалендари. И также они раздают в другие календари часто свою продукцию. И вот это масло мне попадалось в прошлом году дважды. Я, кстати, только сейчас им пользуюсь. Она была очень маленькая малышка. По-моему, хорошо с ней 20 мл продукта. Продукт... Масло. Масло-продукт. Хорошо напитывает и хорошо, в принципе, напитывает и питает. Ну, афганично. И впитывается очень хорошо. Главное, используйте эти продукты опять-таки после душа. Если будете наносить на сухую кожу, чуть похуже будет впитываться. И будет чуть такое жирноватое ощущение. Другое дело, что здесь шиммерные вот эти блестки. На мой взгляд, это немножечко баловство. Хотя я сейчас, собственно говоря, в этом масле сижу и блещу. Полноразмер. Это 100% полноразмер. Коробочка номер 22. И здесь нас также будет с вами ожидать полноразмер. Ну, как вы понимаете, судя по весу. Так, смотрим, что у нас тут. Это Diffuser и Private Collection Wild Fig. И это классная коллекция. Я, в принципе, вот эти все Private Collection. Попробуйте их ароматы. Да, они дороже. Но они будут поинтереснее. И это полноразмер. Полноразмер. Они, кстати, иногда вот эти вот Diffuser могут вложить в подарок за покупку. Самое, что интересно, в этот раз, когда я заказывала адвен календарь, они были такие, ну, мы не будем вам давать подарки за покупку. Потом я накинула продукты, которые мне нужны. Мне нужна была парочку рефилов. Рефил масла для рук. Фу, господи, мыло для рук. Масло для рук. Действительно, масло. И также парочку продуктов, там, мужу для волос, шампунь. И гель для душа. Собственно говоря, мы взяли, наверное, хорошо, если не этот же гель для душа. Но шампунь для волос точно решили взять на пробу из этой коллекции. Мне, приятно, нравится аромат. Я надеюсь, им тоже понравится. Вот. И они положили... Что они положили? Они опять положили вот эту вот штуку для машины, которой на данный момент еще нет. И, по-моему, там еще был один подарок за покупку. Там в зависимости от того, сколько продуктов вы набираете, и в зависимости от суммы покупки вам докладывают постоянно какие-то дополнительные подарки. Могут еще какой-то диффьюзер полноразмерный положить. Могут. Крем для тела полноразмерный. Могут. Скраб. И плюс иногда вы можете заменить подарок за покупку. Хочу отметить, что мы уже с вами двигаемся к концу и вскрываем уже номер 23. По идее у нас здесь с вами мог бы быть... Могла бы быть свечка, но судя по весу, нет. Здесь у нас с вами далеко не свечка. И здесь у нас что-то маленькое. Какая-то мини-версия. Natural Lip Care. Смотрите, как это прекрасно выглядит. Это чудесно. Выглядит это прям бомбически. Это полноразмерная гигиеничка. Кстати, очень вкусно пахнет. Выглядит, конечно, тоже просто бомбически, на мой взгляд. Вау. И давайте доставать нашу с вами звезду, которую вы не видите, потому что она находится слишком высоко, и вскрывать ее. Как бы ее тут еще аккуратно вскрыть? Вопрос очень хороший. Фух. Вроде как даже вскрывается аккуратненько. Здесь у нас с вами духи. Мини-версия. И это... А что это за линейка? У меня, во всяком случае, таких духов от них нет. Но давайте попробуем и понятнее. Тоже неплохой аромат. Он не сильно приторный, не сильно ярко. Вот такой вот насыщенный. Да, кстати, мне нравится. В прошлом году они положили Rituals of Sakura. Я практически не пользуюсь этим ароматом по итогу, потому что он, ну, прям слишком сладкий для меня. И вот прям на каждый день нет. Этот аромат будет чуть поинтереснее и чуть более такой ровненький, носибельный. И достаточно свеженький. Ну что, давайте посчитаемся, что ли, пока. Мне все очень и очень нравится. Сейчас у нас по факту было только парочку мини-версий. Хочу отметить. Пришло время обсудить, что же у нас с вами получилось суммарно. У меня вышло 225 евро без учета свечек. Я хочу отметить, что здесь не написано громовка свечек. Здесь непонятно, что, как, зачем и почему. Здесь написано коллекция точка. Написано дата производства точка. Громовки просто нету. И хочу отметить, что полноразмерная свечка у Rittlest в среднем весит 360 грамм. И стоит около 30 евро. Я имею ввиду именно Private Collection. И вот это вот как раз такие линейки. И если мы накинем, скажем так, 25 евро за 4 свечки, у нас получается ровно то, что нам с вами обещали. Нам обещали 250 евро. Я хочу отметить, что в этот раз мне Денка Эндарь понравился гораздо, гораздо больше. По факту у нас практически нету полноразмеров. Все, что у нас есть из полноразмеров. Кстати, Rittlest of Haman, это крем для тела. Он не является полноразмером. Полноразмер 250 грамм. Здесь у нас с вами 100, но в теории вот эти вот малышки есть в различных подарках. То есть их можно купить как сет какой-то. Также, что у нас еще с вами с мини-версией. Продукты для лица. Вот это вот, кстати, малышка, про которую я говорила, 4 миллилитров. Это оказалось серумом. И вот эта вот часть. Также у нас с вами мини-версия. А, еще два продукта. Как я и думала, это у нас что-то вроде поласкивателя для белья. Здесь больше 75 миллилитров. Я не знала, что у них вообще, в принципе, есть такие продукты. Но теперь знаете. И также вот эта вот прелесть, пшикалка, которую мы тоже вначале с вами находили. Да, это полноразмер. Но это что-то вроде продукта тоже для белья. То есть для того, чтобы придать какой-то аромат и так далее. Это не для тела. Ни в коем случае. Мало ли что. Пшикаем исключительно на белье. Но тоже прикольно. Вообще было без понятия, что у них даже такие вещи есть в наличии. Продукт для ванны. Я думала, что это полноразмеры. И я, в принципе, ожидала, что они, может, вот таким образом продаются. Нет, это мини-версия. Неплохая мини-версия. Учитывая, что здесь 100 грамм продуктов. В полноразмере 350 грамм продуктов. Все. А, ладно, духи. Духи у нас. Я, кстати, вам не назвала на линейку. Это Fleur de Limalaya. То есть это цветок гимауайский, если я не ошибаюсь. Что-то такое. Ну, ладно, свечки еще мини-версия. Все остальное это полноразмер. Вот. Все. Все-все-все полноразмеры. И основная стоимость у нас с вами и набирается за счет полноразмера, собственно говоря. Вот эти вот малышки, они там максимум стоят. Самое дорогое из малышек у нас с вами были духи. Они получили где-то 10, может 11 евро за вот эту вот прелесть. Вот какая-то из этих малышек, какая из малышек, вот эта вот прелесть вообще получилась там 1 на 3 евро. Это смешно, я считаю. Поэтому это, в принципе, можно не учитывать. Касаемо упаковки, касаемо самой елочки. Не доработали они немного. Да, клево то, что она такая большая. Ну, неприкольно, конечно, то, что занимает огромнейшее количество места. Ее просто даже, я даже не представляю, куда ее поставить. Потому что она прям очень и очень большая. Но сам картон они не доработали. Вот эти упаковочки, они что-то порваны, что-то не до конца закручено. Но сама елочка немножечко помятая. Вот этот момент они, конечно, не продумали. В этом году мне Двин Календарь определенно понравился больше. Если покупать обычную 3D-версию, я уверена, что там тоже, в принципе, средненькая. Ну, будет плюс-минус достаточно так же, как в прошлом году. И, скорее всего, там будут в основном какие-то мини-версии. Мне очень понравилось, что здесь практически все полный размер. Это прям супер круто, супер вау. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам эта версия Адвент Календаря. Как вам, в принципе, продукты от РИД у вас. И Адвент Календарь. Зашел, не зашел, понравилось или нет. Если видео вам понравилось, не забывайте, пожалуйста, ставить пальчик вверх, подписываться на канал. Большое вам спасибо за просмотр. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения и пока-пока.